Саня, Саня! Это видео 2012 года. Студенты ДОФУ переживают глобальный переезд университета на остров Русский. Первой проблемой, с которой сталкиваются учащиеся – транспорт. Буквально консервируя молодежь, автобус отправляется в путь. Как отмечают студенты, за эти 5-6 лет ситуация хоть и поменялась, однако все еще остается проблемной. На днях учащиеся Дальневосточного университета вновь коллективно пожаловались на качество и количество автобусов, следующих между островом и материком. В этот раз тема дошла до мэра Владивостока Виталия Веркиенко. За студенческую инициативу я вас хотел поблагодарить. Собственно говоря, то, к чему я и призывал постоянно. То есть не замалчивать ситуацию, а где есть, выходить с предложениями, что сделать. В обеденный час пик Виталий Веркиенко лично проконтролировал, какие автобусы и с каким интервалом находились на остановке возле кампуса ДВФУ. Представители управления транспорта доложили главе о том, что сегодня по 9 маршрутам работает 41 единица транспорта, а в час пик интервал движения между ними составляет 3 минуты. Но студенты заявили, что такая статистика получается только в присутствии сотрудников управления транспорта. В 7.30 ребята стояли на остановке «Изумруд». На «Изумруд» они сели в автобус, на студенческой вообще никто не вошел. Остановка «Зеленый остров» вообще проехали, не остановились, потому что места вообще нет. Услышав жалобы от студентов, Веркиенко поручил управлению транспорта принять дополнительные меры, а именно откорректировать расписание и пересмотреть маршрутную сеть в целом. Также глава отметил, что в ближайшее время все автобусы будут оснащены системой «ГЛОНАСС», а обновленный автоматизированный диспетчерский центр станет работать в разы лучше. В планах за две недели это сделать. И обновить систему, установить датчики и привязать их к системе. Для того, чтобы мы в автоматическом режиме могли вести мониторинг и накладывать штраф. Помимо этого, о чем говорит руководитель управления, еще и в ручном режиме, то есть дополнительный контроль будем обеспечивать. Вдобавок, следующим шагом в управлении транспортом станет запуск мобильного приложения, по которому пассажиры смогут увидеть, когда на остановку подойдет следующий автобус. Само приложение готово и по планам оно начнет работу уже в июне. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.